Меня зовут Антон Кучумов, и я хочу помочь тебе стать лучше. Мне не важно, какого ты пола, сколько тебе лет, или когда была твоя последняя попытка привести себя в форму. Потому что я гарантирую, что ты сможешь получить желаемый результат. Все, что от тебя требуется, это записаться на программу и дать себе слово дойти до конца. 100-дневный воркаут. Пришло время изменить себя. Приветули, ребятули! Сегодня я вам покажу свой день питания на веганской диете, где не будет никакого мяса, никакой молочной продукции, никаких сладостей, никаких хлебобулочных изделий. Вы спросите, откуда ты берешь белок? Сегодня все увидите, погнали закупаться. Ну, а еще беру гороху, вот такую бочку. Белок-то надо тут забрать. Ну что, друзья, первое, что можно сказать, это, конечно же, такое питание выходит довольно-таки дорого. Это получается, я потратил около 40 евро. Почти 40 евро вот за фрукты, овощи, считай. Ну, вот так вот. Вот. Абсолютным приколом для меня считается, конечно, тот факт, что до того, как я начал эту диету, я весил 65 килограмм, отвечаю, 65 килограмм, может, 65,4, вот так где-то. Но я ужирался постоянно каждый день курицей, творогом, там, молочкой, вообще молоко пил просто тоннами нафиг. Но вес не поднимался. Я перешел на эту диету и думал, все, капсда, сейчас вся масса улетит моей, я останусь дрыщом, которым был, там, лет 12 назад. Нет, я удивлен. Я удивлен, масса не... Она сначала начала падать, 63 килограмма где-то я весил, когда вот эту диету начал. А потом она снова восстанавливаться стала, и примерно, там, за две недели восстановилась до 65. И сейчас держится. Ну что, друзья, утро, начинаем день. Зашибись посушила, блин. Как я и говорил, я провожу антипаразитарную чистку, и, короче, сейчас будем мутить антипаразитарное... Зелье. Зелье, ё-моё, да. Если вы хотите узнать, что это за зелье, то вам нужно перейти, наверное, видоса 2, 3, 4 назад и посмотреть, там, короче, как очистить организм от паразитов, видос называется. Ну, а теперь ждем 30 минут и приступаем к питанию. Ох, рай! В течение этих 30 минут я обычно прокачиваю поясницу. Открываем грудную клетку, подтягиваем мышцы промежности. С выдохом плавно опускаем спину на пол. Итак, друзья, первый прием пищи, по моим скромным подсчетам, вышел на 420 калорий, 84,7 граммов углеводов и 18,3 грамма белка. Вот такая большая тарелка, белково-углеводная такая смесь. Нормально, следующий прием пищи теперь в 12 часов. На самом деле, очень легко объяснить, вот, почему у меня держится масса. Хоть калорий мало, да, но масса держится на прежнем уровне. Почему? Потому что, когда вы кушаете, допустим, мясо, да, вы получаете 1000 кДж энергии, да. Но, когда ваш организм переваривает это мясо, потому что это тяжелая еда, переваривается где-то 4, иногда бывает 5 часов в зависимости от организма, то организм тратит 800 кДж тупо на переваривание вот этого продукта. Получается, вы получаете всего лишь 200 кДж энергии. Но, когда вы кушаете такие продукты, как овощи, как фрукты, организм быстро их переваривает, не тратя очень много энергии, допустим, как на мясо то же самое, да. То есть, вы получаете гораздо больше энергии, чем тратите. Это гораздо выгоднее организму, потому что он получает огромное количество витаминов, минералов, углеводов от овощей и фруктов. Это очень полезно, то есть, улучшает микрофлору кишечника, и организм чувствует себя просто превосходно. И он говорит, у тебя была мышечная масса сухая, да, я тебе ее оставляю. Жир не нужен нам, а масса офигенная нужна. Будешь крутым, поджаром таким, сухим. Я думаю, это так выглядит. Напишите в комментариях, как вы считаете. Ну что, друзья, следующий прием пищи у нас получается груша, банан, яблоко и апельсин. Это все вместе получилось 480 калорий, 121,3 грамма углеводов и также 5,7 граммов белка. Я считаю, неплохо, да, но я это все есть вот так вживую не буду. Я сделаю, естественно, смузи и выпью это гораздо быстрее и вкуснее, мне кажется. У меня я тут посмотрел, неплохо уже калории выходят. 900, блин. Это, оказывается, если сделать 600, ой, 600, говорю, 6 приемов пищи, то это 3000 калорий практически выходит. Неплохо, слушайте. Посмотрим в конце дня. Я никогда не считал вообще вот на такой диете, сколько у меня выходит калорий. Мне самому очень интересно. Поэтому в конце дня узнаем кругленькую сумму, скорее всего. Друзья, фрукты это очень легкая еда и получается, даже, возможно, на них можно набирать массу. Возможно, можно. Короче, смотрите, вы можете кушать же фрукты, они очень быстро перевариваются, 40 минут, максимум там час, и вы можете кушать вот по такой порции фруктов, как я сейчас съел, каждый час, блин. И за 6 часов вы получаете 3000 калорий, приколитесь, только с одних фруктов. То есть каждый час кушаете и получаете 3000 калорий. Ну и плюс там еще орешков закинуть, это 3600 калорий, если 100 грамм орехов съесть. Блин, перспективно. Но дорого выходит, если вы, конечно, не живете в стране, где эти фрукты на деревьях растут. Ну а теперь, друзья, едем в зал, попробуем сделать максимум выходов силой. Не знаю, что получится. Надо сделать 8 хотя бы довольно-таки хороших таких. Так, друзья, я пришел с тренировки. Следующий прием, это третий прием пищи. Это картошка у нас и 100 граммов бобов, точнее фасоли. И немножко еще добавлю кабачковой икры, но это даже считать не буду, потому что чуть-чуть просто для вкуса. Люблю кабачковую икру. Вот. И в общей сумме получается немного калорий. Удивился 252 калории, 46 углеводов и 12 граммов белка. Такие вот дела. Вам, наверное, интересно будет, хочется ли мне мясо есть, хочется ли мне молочку есть. Вообще ничего не хочется. То есть мяса вообще не хочется, молочку не хочется. Сейчас встретил там знакомую, короче, одну. Говорит, там в магазине лосось очень дешевая. Скажи маме, чтобы пошла купила. Я такой, а мы мясо не едим. Ну что, братва, еду в сервис менять форсунку. Вот, мне с Литвы привезли форсунку, нигде не мог найти ее, блин, вот нашел. И поэтому беру с собой вот 100 грамм орешков, это 600 килокалорий. Буду там есть. Они обычно долго делают, поэтому надо подзаправиться будет. Погнали. В орехах вообще 607 калорий, 21 грамм углеводов и 20 грамм белков. Хороший продукт. Короче, сказали, что мастер будет только через 2 часа, поэтому я уже захотел есть, я жру. Ну что, пока поездил, друга отвез, ел все орешки. Нормально. Так, друзья, второй раз пью траву. Что-то как-то ее мало на самом деле осталось. Я два раза пил или один? Не, один вроде. Но как-то маловато осталось. Ладно, пофиг. Вот так вот все нарезал, получилось 238 граммов. Короче, так как мало калорий получилось вот здесь с ананасом, только я добавил еще апельсина. И за 5 приемов пищи получается всего лишь около 1700 калорий. Довольно-таки мало, да? Все, друзья, пришло время менять форсунку. Я полетел. Если вы хотите увидеть контент по замене форсунки, то переходите на мой второй канал, ссылка в описании. Все, давайте, до скорого этого, какого, приема пищи. Давай, я полетел. Так, друзья, это шестой прием пищи. Это рис с изюмом и с курагой. Я не могу посчитать, сколько тут калорий. Ну, примерно, наверное, 470. Где-то вот так, потому что это довольно-таки сладкая смесь такая. Где-то 470 калорий по-любому есть. И еще апельсин в воду. Итого получилось 555 калорий, 106,5 углеводов и 8,7 белка. Ну, такие вот дела. Еще будет один прием пищи, это яички будут. Ну, что, друзья, последний прием пищи это 3 яйца. Сейчас взвесил. Это 208 грамм получается. На 208 грамм это 300 калорий. Вот, давайте покушаем, плюс салатик. И в итоге посмотрим, сколько всего калорий получилось за день. Погнали. Ну, что, друзья, вот и подошел день к концу. Было у меня 7 целых приемов пищи. Это еще не все, потому что я еще апельсинку сожру через часик. И потом уже спать. Короче, у меня получилось 2690 калорий в общей сумме. 353,9 граммов углеводов и 126,2 грамма белка. Это, в принципе, нормально для того, чтобы содержать вот мою массу и не сбавлять. А я думал, что у меня будет там 2000 калорий максимум. Вот. Ну, скорее всего, я не всегда так ем. Но, типа, всегда вот на такой диете хочется много жрать. Поэтому неудивительно, что я съедаю 2700 калорий тупо вот с такого питания. Вот. А чтобы набирать массу, вы представьте, сколько хавать надо. Это вообще капец. То есть, вот такой калораж, его достаточно для того, чтобы удерживать массу на одном месте, чтобы она не падала. Но набирать, блин, очень сложно будет. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал и обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока.